Военно-патриотический праздник «Открытое небо» состоится уже в эту субботу на аэродроме «Северный». Ежегодно мероприятие собирает десятки тысяч зрителей, в том числе гостей из других регионов. В этом году запланирован визит командующего военно-транспортной авиации, замминистра обороны, представителей Роскосмоса, приедут губернаторы Псковской и Тверской областей. В целом канва самого мероприятия, она у нас достаточно традиционная. То есть утренняя часть, я уже по времени не буду говорить, это у нас торжественное построение личного состава. У нас в этом году 50-летие 610-го центра. Соответственно, начало праздника – это как раз мероприятие, посвященное именно 50-летию, вот этой юбилейной дате. Соответственно, награждение личного состава, прохождение торжественным маршем. Открытое небо можно смело назвать семейным праздником. Занятие по душе здесь найдет каждый. Экспозицию на борту Ил-76-го представит Роскосмос. Традиционно показательное выступление подготовили десантники. Также будут работать различные интерактивные площадки. Желающие даже смогут попробовать сдать нормы ГТО. Самым зрелищным событием дня станет, пожалуй, воздушная программа. В ней будут участвовать все типы судов, которые есть на вооружении в военно-транспортной авиации. Из Брянской области прибудет самолет Ан-124 «Гигантский богатырь Руслан». Самым ярким представителем авиационной составляющей военно-транспортной авиации будет Ан-124 «Руслан», который будет представлен как в воздушном показе, так и на наземном показе. Жители города Иваново, Ивановской области и гости нашего праздника из соседних регионов будут иметь практически уникальную возможность ознакомиться с этим самолетом. С 16 часов праздник сменит свой воинственный тон на более миролюбивый лад. Сначала выступит московская группа «Роксиндром», а затем в 17.00 начнется концерт Сергея Трофимова. Въезд на аэродром на личном транспорте предусмотрен через КПП номер 3. С улицы Фрунзе. С 9.00 по городу начнут курсировать 85 автобусов. Отправка от торговых центров «Ясени полет» с бульвара «Кокуй» и от гипермаркета «Лента». Стоимость проезда, сразу хочу оговориться, будет составлять 10 рублей. То есть мы сделали как в том году, в чем заключается льгота проезда. Автобусы будут специально маркированы, там открытое небо. У нас будет на площадках работать волонтеры, которые будут указывать. Наша съемочная бригада начнет прямую трансляцию праздников в 10.50. Увидеть все, что происходит в этот день на аэродроме, можно будет в кабельной сети «Интеркомтел» на канале РТВ Иванова или в интернете на сайте icomtel.ru. К сожалению, Сергей Трофимов трансляцию своего концерта запретил. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иванова.